Привет! Мой любопытный зритель. Сегодня мы здесь на отшивке, хрен пойми чего, под мостом. Будем тестировать вот это вот чудо. Это у нас Benjamin Trail NP с нитропошлем. По слухам, очень высокой пробивной силой обладает. Ну и сегодня мы это будем проверять на нескольких целях. У нас в арсенале несколько видов пуль. Я попозже расскажу о них подробно. Будем стрелять прямо из окна машины. Вот расстояние буквально метров 20. Я думаю, достаточно будет у нас вон еще один пассажир. Выглядеть это будет вот так. Идем сюда. Вот так. Потом результаты Будем снимать на Go Pro со Slow Motion и будем надеяться, получится что-нибудь любопытное. Так, сейчас мы поговорим про боеприпасы, которые мы сегодня будем пользоваться. Что там проходит? Нет, он там зажался и ему там, видимо, плохо. Так, мы имеем Гамма Рокет. Это у нас самые боевые, самые пробиваемые и самые дорогие пульки, которые стоят что-то около 600 рублей за 150 штук. Почему? Потому что сама пулька интегрирована, в саму пульку интегрирован медный шарик. Вот этот медный шарик пробивает, ну, имеет пробивную мощность раза в три выше, чем у всех других пули, которые я использовал. Идем дальше. Барракуда Мач, классика жанра, ими пользуются, ну, практически все стрелки, которые вообще, в принципе, пользуются пневматикой. Имеют классическую форму и крайне высокое качество отливки. Так как у него нету никаких бороздок, никаких лишних приливов, пульки обладают очень хорошей баллистикой. Вот конкретно вот эти пульки используют для охоты на кроликов, на зайцев, на всякую дичь, мышей, птиц, кого угодно. Идем дальше. Final Match Rifle это пульки для спортивной стрельбы, пульки для стрельбы на точность. То есть они обладают крайне высокой точностью, но весьма посредственные пробивные силы. Они имеют тоже классическую форму с тупым наконечником. Вот это вот херня, Premier Super Point. Честно говоря, у меня такое ощущение, что китайцы пытались сделать копию на Barracuda Match, потому что получилось отменное дерьмо. В принципе, форма пульки похожа на Barracuda Match, даже чуть более заострен, но сама пулька имеет окантовку на конце заострения. И вот эта вот окантовка, ее приходится с силой пропихивать в ствол при зарядке, что вызывает деформацию пульки и спиральное вращение пули во время полета ее, что крайне отрицательно сказывается на точности. И вообще качество отливки отвратительное. Везде какие-то лишние приливы. Ну, я был полностью разочарован. Ты что? Ты не зарядил. Конечно, не зарядил. Заряжай давай. Я тут еле уселась без скользко. Давай, давай. Сейчас мы будем наблюдать за процессом зарядки. Я тебе смогу без тебя. Ты сейчас зарядка. О, молодец. Давай, давай, давай. Ты до конца, до щелчка? До щелчка надо. Пальцы не сломай. Да уж. Но у меня не получается, я все скальзю. Давай, давай, давай. Я выскальзываю. Я вообще буквы ЗЮ. Уже тут свернулась. Кошмар. Кошмар. Вообще, жесть. Тут скользко получилось. Сделала, целилась, целилась. Нажала и банан. Нет, нет ничего. Ну, стыкается. Что? Не лезет, что ли? Вот это вот дерьмовые пульки, как раз вот эти. А, ты у них специальный бал, да? Вот так и поняла сразу. О, подстала. Все, сейчас я, наверное, смогу? Да. Хочется, наверное, двигаться. Ты не парься, с ложки ставь вот сюда, и тебе удобнее будет прицеливаться. Сам, главное, чтобы в лоб не попало. Да, приезжающим пассажирам. Так, продолжим. Последнее, что у нас есть, это вот эти вот убогие дротики. Когда-то наши российские компании выпускали такие дротики с оперением. То есть, у них была не вот эта пластиковая болванка, а нормальное, адекватное оперение. Ну, тоже пластиковое, но оно имело намного лучшее баллистическое качество. В принципе, вот этот вот яркий цвет, зеленый и розовый, предполагает, что их можно использовать многократно. Но, честно говоря, после первого же выстрела, понимаешь, что, ну, дротики приходят в негодность, и их остается только оставить в цели. Потому что пробивную силу они имеют высокую, и после того, как они что-нибудь пробили, вытащить уже их оттуда практически нереально. Вот, как вы видите, вот здесь телефон забил два дротика практически на вылет, но вытащить их не получается. Они там накрепко засели, и, видимо, навсегда. А, ну, вот, кстати, у нас есть 5 рублей. Это я тестировал вот именно вот эти вот пульки бронебойные. Что меня очень впечатлило в результате. Так, ну, давайте приступим к стрельбе, посмотрим, что у нас получится. У нас вот случился небольшой казус. Дверью зажало солнечный фильтр. Ну, ладно, думаю, это не беда, это не испортит нам настроение. Мы начинаем с самых говеных патронов. Говеных, китайских, самого плохого качества. Стреляем по банке. Сейчас мы будем стрелять в классическое барракудо-мач. Потому что вот этим дерьмом мы никуда попасть не смогли. Дульная мощность я не помню, какая в винтовке. Выходная скорость на выходе примерно 305-310 метров в секунду. Ну, а снимай, чтобы там видно было бутылку. Готово. Все, пошли в следующую. Сразу две. Это, по-моему, я в левую попал, просто в правую упал. Ладно. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Уже испытал на нем некоторую пробивную силу, так что будем стрелять чисто для фана, посмотреть, как это в замедленной съемке выглядит. Потом... У нас есть обычный аэрозольный баллончик с лаком автомобильным. Какая-то херня для ботинок. Сейчас мы посмотрим, побьет или нет. Сейчас будем стрелять по баллончику с какой-то херенью для ботинок. Опять же баракуза мать. На скидку, без упора. Артем, он едет. Эх, чуть промазали. Пойдем посмотрим. Ну, как вы видите, отверстие сквозное. Видно, нет? А я вообще-то нет. Тут сложно убить. Ну, хрен с ним. Вот выходное отверстие, вот входное. В принципе, все понятно. То есть, самыми обычными пульками для охоты пробивает. Сейчас еще посмотрим пульками спортивными. То есть, с посредственной пробивной силой. Ну, собственно, тут уже четыре дырки. Две входящие, две исходящие. То есть, мощности винтовки хватает с лихвой, чтобы пробить жестянку. Сейчас мы будем стрелять по лаку. Там давление выше. В принципе, жесть должна быть толще. Посмотрим, какой будет результат. Начнем тогда со спортивных пулек, которые имеют самую минимальную пробивную силу. Мама! Пойдем посмотрим. Скользящий! Порвало прям сбоку. Весь лак вытек. Оставшийся. Ну, сейчас еще пару выстрелов сделаем по нему. Пусть мы тут не плачем. Там орет, что ли? Угу. Ну, сделаю попытку попасть этими убогими пульками хоть куда-нибудь, блин. Сделаю опять же вот в эту банку жестяную. О, попал. Пойдем посмотрим. Скользящий с самого краешку. Буквально только черкнул. Даже пробития нету. Ну, на свалку. Шлемак. Шлем. Ну, я сделаю 4-5 выстрелов. Потом посмотрим, что получится. К сожалению, не хватило нам батарейки до конца съемок. И камера у нас села. Так что заключительную часть вы увидите только на GoPro. Надеюсь, вам понравилось наше баловство. Не знаю, в каком формате это дальше продолжать снимать. Стоит ли продолжать вообще. Надеюсь, вы в комментариях мне об этом напишите. Еще хочу рассказать немножко про мою основную направленность как бы на YouTube. Сейчас, как вы знаете, сезон закрылся. На улице уже довольно холодно. И кататься на мотоцикле, ну, немножко неприятно. Конечно, попозже... Попозже в планах купить обратно какой-нибудь красач и погонять по снегам, по барханам. Но это не сейчас, это чуть попозже. Ну, когда будет снежок. Так же в планах полноценно заняться стандрайдингом. То есть мы с вами будем дорабатывать мотоцикл до состояния болида для стандрайдинга. Вместе с вами будем изучать всякие трюки, приколы. Я думаю, вам будет интересно. А мне приятно. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось. Всего доброго!